Денис, передаю вам слово. Анна, спасибо. Коллеги, добрый день. Приветствую вас на нашем мероприятии. Для начала хотелось бы, конечно, поблагодарить компанию Мирлеон за такую прекрасную возможность пообщаться сегодня с вами, за возможность представить свою информацию. В общем-то, я думаю, она будет интересной. Я постараюсь сделать так, чтобы она была еще более интересной. Если у вас появятся вопросы, я на них развернуто отвечу. На вебинаре присутствуют сотрудники Аладдин, которые сопровождают меня в этом мероприятии. Поэтому все ваши вопросы, которые будут заданы, будут учтены. В конце мероприятия я обязательно на них постараюсь ответить. Поэтому не стесняемся, задаем. Если кто-то хочет выйти в эфир, насколько я понимаю, здесь такая возможность есть. Поэтому тоже стучитесь в чат, задавайте, ну или сигнализируйте о готовности поговорить голосом или даже с видео. С удовольствием предоставим такую возможность. Я, насколько понимаю, у нас уже есть кворум, поэтому предлагаю больше не ждать и начинать мероприятие. Сегодня я представлю информацию по одному из наших флагманских продуктов. Наших, имеется в виду, компания Аладдин. Это продукт Secret Disk. Из названия мероприятия следует, что еще будет информация по защите баз данных. Ну вот, с учетом того объема, необходимого, минимального объема для предоставления, представления продуктов, да, особенно таких зрелых, как Secret Disk, я принял решение все-таки по защите баз данных подготовить отдельное мероприятие. Вас попрошу при наличии, ну, заинтересованности обращаться в компанию Merleon за запросами на такую презентацию, на такой доклад. По защите баз данных у меня еще больше информации, чем по Secret Disk, поэтому мы с удовольствием подготовим вместе с компанией Merleon еще одно мероприятие и прочтем его. Так что пишите ваши запросы, пишите вашу обратную связь. Ну а минимальные вопросы по защите баз данных или какие-то вводные можно задавать в конце этого мероприятия, я тоже постараюсь слегка осветить эту тему. В целом, как я и сказал, тема практически безбрежная, очень-очень много чего там есть рассказать. Но, тем не менее, тем временем я начинаю. Значит, смотрите, Secret Disk – это шифровалка, шифрование данных на рабочих станциях, на серверах, ну вообще на компьютерах, на любых. Много видов, сейчас отдельно об этом будем говорить, много видов шифрования и тому подобное. Мы позиционируем Secret Disk как возможность предотвратить утечку, возможность предотвратить кражу информации с компьютера, возможность защитить конфиденциальность информации и предотвратить ее компрометацию. Что такое компрометация? Это когда нехорошие люди, получив информацию, ознакомливаются с ней, получают все полезное, то, что есть в том информационном массиве, который попал им в руки. Вот это и есть компрометация данных. Большинство крупных организаций, да даже сейчас уже, наверное, и среднего размера организации, крепко задумываются о том, что часть информации, которую они обрабатывают, часть информации, от которой они очень сильно зависят, не попала в руки другим, скажем, конкурентам, ну или другим нежелательным лицам, злоумышленникам, чтобы у них не было возможности, а если уж и попало, чтобы у них не было возможности, скомпрометировать эту информацию, ознакомиться и получить выгоду определенную. Вот я вкратце рассказал самую основную нить или самую основную позицию на отечественном рынке, позицию секрет диска. То есть мы делаем все для того, чтобы эффективно предотвратить возможность вот такой компрометации или возможность потери конфиденциальности. Теперь я сразу извиняюсь за шрифты, это давнишний косяк платформы вебинар. Тут мы, наверное, о нем просто немножко забыли, потому что свои мероприятия мы в лифформате проводим, там у нас с этим нет проблем, ну вот, немножко будет некомфортно со шрифтами. Значит, смотрите, теперь конкретно по сути продукта решаемые задачи. Секрет диск – это такой комбайн, который позволяет на рабочей станции применять много-много разных видов шифрования. Может быть, даже комплексно применять. То есть не только один вид шифрования, а несколько. Что такое виды шифрования, чуть-чуть попозже я вам обязательно расскажу. Для чего служит секрет диск, помимо того, что он обеспечивает конфиденциальность? Секрет диск как сайт-эффект или как дополнительную пользу приносит заказчику еще возможность защиты от системных администраторов. То есть в компаниях, особенно в тех компаниях, в которых администраторов больше, чем один-два, допустим, возникает вопрос. У всех администраторов, ну смотрите, в России есть очень-очень четкая специфика. IT-команды в компаниях не укомплектованы полностью. Возможно, в других странах тоже есть, но я сейчас говорю только про нас. Значит, что это означает? Это означает всегда то, что коллектив IT-специалистов пашет за двоих. И это супер минимум, а то и за троих. Вот такая вот экономия руководства, это прям традиция для крупных отечественных организаций. К чему это приводит? Это приводит к смешиванию обязанностей. То есть для того, чтобы человек работал за двоих, за троих, ему нужно дать учетки или права других администраторов. Например, если, допустим, человек уходит, там один администратор уходит в отпуск, да, другой его должен заменить. Например, если не хватает администраторов, один выполняет за нескольких, там висят вакансии или вообще не предусмотрено, да, за нескольких человек выполняет, значит, все эти права он аккумулирует в своей роли и начинает ими пользоваться. Конечно же, когда распределяются права, считается, что все IT-специалисты доверены. Но мы говорим про средние и крупные, тем более крупные организации, где доверенность, так называемую, ну или же надежность каждого из специалистов проверяют не всегда качественно. К чему это ведет? Это ведет к тому, что рано или поздно с этим специалистом, IT-специалистом, будет серьезный конфликт руководства, ну, человек перегружен, ему где-то там, возможно, недоплатили, где-то не учли его там самоотверженного труда. И вот человек с полными правами имеет доступ к ряду или к целым сегментам рабочих станций, доступ на машины, удаленный доступ на машины с менеджмента, руководства, финансового руководства и тому подобное. Конечно, человек может уйти с большим багажом, очень-очень интересная информация и уйти непосредственно к конкурентам. Вот такую проблему, защиту от такой проблемы или предотвращение такой проблемы несет в себе секрет-диск. Он позволяет администраторам выполнять все необходимые, значит, настройки, все необходимые действия, регламенты, процедуры, которые предусмотрены, их роли, но при этом у администратора нет возможности прочитать зашифрованную информацию. И одновременно с этим у пользователя, у авторизованного пользователя после ввода пин-кода к токену появляется такая возможность. Вот такие два мира. Администратор имеет полный доступ к компьютеру даже во время сессии пользователя, но при этом он видит всю информацию зашифрованную. Помимо всего прочего, секрет-диск еще решает, конечно же, для крупных организаций корневую задачу централизованного управления политиками шифрования. Что это такое? Это когда у нас, допустим, клиент, у него в московском офисе 5000 ноутбуков, они все зашифрованы. И мало того, они еще и разъехались, часть из них и разъехалась по нашей необъятной родине. Вот в такие моменты необходимо централизованно управлять, поднастраивать, если это нужно, менять политики, менять разрешения в секрет-диске. И это можно делать с помощью консоли Enterprise, так он и называется, продукт, секрет-диск Enterprise. И это позволяет снять очень-очень большую нагрузку с администраторов безопасности. Ну и, конечно же, фиксация фактов доступа. То есть, когда к защищаемой информации осуществляются попытки доступа авторизованных пользователей, неавторизованных пользователей, администраторов, это все логируется, фиксируется, и потом администратор безопасности может прекрасно это посмотреть. Вот такая суть продукта. То есть, мы, с одной стороны, обеспечиваем полную конфиденциальность информации, с другой стороны, мы еще решаем внутренние такие хозяйственно-политические задачи заказчика, правильно, скажем так, сегментировали, отодвигая админа от важных данных, вот правильно фиксируя всю информацию и правильно управляя централизованно. Это и есть секрет-диск. Ну, смотрите, здесь у меня еще есть образ злоумышленника. В целом, наверное, это тоже полезная информация. Я скажу так, секрет-диск, проходя сертификацию в ФСБ, ну, в стек тоже, но в основном ФСБ, решают для себя самую важную задачу за счет этого. Это подтверждение доверенности и корректности реализации всех механизмов защитных в расчете на то, что злоумышленник будет иметь крайне высокую квалификацию. Ну, то есть, это сотрудники спецслужб, сотрудники каких-то организаций, которые специализированы, которые специализируются на криптоанализе и тому подобное. То есть, мы в максимуме противостоим самым-самым современным методам криптоанализа, вот, самым-самым высоким компетенциям в этой области. То есть, для нас такая планка является рабочей, и поэтому в гражданский, вот, в стандартный секрет-диск, который продается у нас для всех желающих, вот, как раз входит вот такое вот целеполагание или такая высокая планка. Идем дальше. Вот они, механизмы шифрования. Сейчас сильно, конечно, голову забивать не надо, потому что, ну, наверное, для специалистов по продажам, для партнеров, для людей, которые ранее не часто сталкивались с шифрованием и с криптографией, это может показаться вообще китайским языком. Но я попробую прямо вот на пальцах объяснить очень быстро, что представляет себе комбайн секрет-диск. Комбайн – это, естественно, условное такое наименование. Ну, то есть, смотрите, в разных сценариях, в разных ситуациях, в разных кейсах пользовательских эффективно работает конкретный вид шифрования. Поэтому их и придумали много видов, потому что в каждом из конкретных случаев наиболее эффективно работает тот или иной. Объясню здесь слово «эффективно». Шифрование, ну, по большому счету, во всех видах приблизительно одинаково. Применяется там ограниченный набор алгоритмов, который стандартизирован в ФСБ, и поэтому здесь мы говорим больше, наверное, о применении, о способах применения этих алгоритмов в той или иной ситуации. И вот когда мы правильно применяем алгоритмы, это означает, что у пользователя не возникает каких-либо ограничений адских, да? Ну, например, ограничения по использованию файлов, ограничения там на копирование файлов и тому подобное. Вот. Но при этом задачи безопасности выполняются. То есть некая прозрачность защиты обеспечивается. Когда есть высокая прозрачность применения секрет-диска как защитного средства, это говорит о том, что админ безопасности выбрал правильный тип или правильный вид шифрования. Давайте быстро пробежимся. Full disk encryption – это шифрование архивов в основном, в большинстве своем. То есть вот есть какой-то отдельный жесткий диск, на который скидываются большие объемы какой-либо информации, неважно размеры файлов, неважно вложенность каталогов и тому подобное. Просто сбрасываются какие-то массивы и хранятся. Вот full disk encryption, он за шифровой для середины – это самое лучшее. Шифрование системного диска – это вот прям самое то. Для ноутбуков в основном стационарные рабочие станции находятся зачастую в контролируемой среде, под видеокамерой, и к ним доступ осуществить вот такой вот простой, наверное, очень сложно. А вот если говорить про ноутбук, да, его можно потерять, его можно украсть и тому подобное. Его могут украсть, вернее. Вот. Его можно где-нибудь забыть в публичном месте и тому подобное. И вот когда системный раздел зашифрован у ноутбука, это означает, что все пользовательские данные, все временные файлы, все конфигурационные файлы, все, что может повлиять на взлом ноутбука этого, да, на облегчение взлома ноутбука, находится зашифрованным. То есть злоумышленник, украв этот ноутбук, вскрыв корпус, никто там не будет пытаться подбирать пароли, это все в фильмах показывают, чушь полную, вот, просто будет вскрыт корпус ноутбука, значит, получен доступ к жесткому диску, и жесткий диск подключен к другому компьютеру. Вот при таком подключении весь системный раздел со всеми данными пользователя, с профилем так называемым, дальше мы о нем отдельно будем говорить, вот, он будет, естественно, выглядеть как неформатированный диск. Злоумышленник однозначно к этому диску не получит доступа. Шифрование файлов и папок, это когда пользователь сам решает, какие конкретно файлы или папки отдельные необходимо шифровать. Шифрование файлов и папок может с другими видами шифрования сочетаться. Вот, таким образом, да, есть у шифрования файлов и папок, есть очень важная особенность. Вот если пользователь работает с зашифрованной папочкой, после прохождения аутентификации он видит эту папку как расшифрованную, ну, то есть он не видит разницы между обычной папкой и зашифрованной. Вот, при этом параллельно администратор, осуществив доступ прямо в эту сессию пользователя после аутентификации, да, осуществит доступ, админ будет видеть эту папку зашифрованной. Вот это очень-очень важно. Единственное, что может еще увидеть админ, это то, что показывается на экране компьютера. Ну, обычно показывается какой-то фрагмент информации, и стащить эту информацию будет очень-очень сложно. Даже админу. Защита виртуальных дисков. Это тоже очень-очень крайне распространенный, древний метод шифрования, при этом активно используем современными пользователями. То есть это когда создается некий файл, ну так, файл-мешок. Вот, этот файл может подмонтироваться в виде отдельного диска, если мы говорим про Windows, или отдельной папочки, если мы говорим про Linux. И вот в этот диск можно будет накидать кучу информации, а после размонтирования он опять превращается в один файл. Очень удобно, его можно переносить на флешки, можно переносить там на внешних жестких дисках. Пользователи очень активно это используют. Защита USB флешек. Это вообще, наверное, никому объяснять не надо. Флешку воткнул, вся информация, которая попадает на флешку, становится зашифрованной. Это очень удобно. Корпорации прямо активно это используют. Ну и последнее, шифрование профиля, это некий такой хай-тек от нас, наше маленькое изобретение. То есть мы, понимая, как работает окружение пользователя в Windows, ну и в ближайшее время в Linux также будет это реализовано, мы зашифровываем только всю информацию, связанную с пользователем в Windows. Смотрите, файл подкачки, временные файлы, какие-то конфигурационные файлы профиля, все данные, имеется в виду рабочие файлы, все, что находится там в моей документах и в профиле, который принадлежит пользователю, мы можем зашифровать. У админа появляется возможность галочкой выбрать просто этого пользователя, и все его данные будут зашифрованы. В чем здесь плюс? В том, что при этом мы не шифруем системный раздел. И если об эстродействии говорить тут не приходится, ну мы достаточно так бодро шифруем системный раздел, но об удобстве, конечно, говорить приходится, потому что шифрование профиля позволяет не затрагивать, не зашифровывать программные файлы, файлы Windows. Обновление проходит Windows 10 очень просто, удобно. Ну, в общем-то, каждый для себя выбирает сам. Но в целом мы продвигаем вот тоже шифрование профилей. Вот такой вот комбайн. И админ, когда он определяет, в каком сценарии будет работать ноутбук или рабочая станция, он выбирает один или несколько способов шифрования и активирует их в секрет-диске. Ну, наверное, с такими сложными техническими требованиями мы покончили. Сейчас мы перейдем на более гражданскую информацию. Смотрите, секрет-дисков на самом деле у нас много. Первый, самый популярный секрет-диск Personal. Не надо покупаться на слово Personal. По большому счету это автономная версия, которая очень-очень давно предназначалась, была выпущена и, имеется в виду, развивалась, как именно Home Edition. Но с 2018-2017 года мы ее перевели в некий корпоративный режим. Почему? Потому что основными пользователями персональной версии по нашей статистике оказываются крупные организации. Вот так. То есть у организации есть вненоменные, внедоменные ноутбуки, внесетевые ноутбуки, автономные ноутбуки и тому подобное. И организациям всегда нужно иметь автономную версию, которая не зависела бы от сервера управления. Второй по популярности, естественно, ну, по статистической популярности, значит, у нас идет Secret Disk Enterprise. Он внизу указан, слева внизу. Вот, Secret Disk Enterprise – это то же самое, что персональная версия только с сетевым управлением. Существует такая Enterprise-консоль, это настройки, это интеграция с AD, интеграция с PKI, интеграция с УЦ, и вот привязка к инфраструктуре, и далее, ну, эффективная настройка большого количества рабочих станций. Ну, я могу сказать, что клиенты, которые используют больше тысячи рабочих станций, да, наверное, даже больше ста, уже испытывают серьезные проблемы без Enterprise-консоли. Ну, это и понятно. Невозможно, наверное, большое количество ноутбуков попеременно бегать по офису, настраивать – это все очень-очень сложно. Легче подключить консоль, правильно ее интегрировать в инфраструктуру, ну, сервер управления, да, интегрировать в инфраструктуру, и далее, ну, настраивать, уже массово настраивать одновременно большое количество ноутбуков. Помимо всего прочего, у нас есть серверная версия. Серверная версия, скажем так, не так сильно популярна, но имеет свою нишу, имеет своих клиентов, это достаточно, ну, такой нишевой продукт, но, тем не менее, у нас крупные организации, сотни серверов шифруют секрет-диск сервером. Основная суть продукта – это когда у вас на сервере есть отдельный том, который с помощью full disk encryption зашифрован, и туда вот можно складывать информацию, хранить архивы и тому подобное. Это очень-очень удобная фишка, потому что, помимо всего прочего, есть еще и функция в секрет-диск сервере, есть функция красной кнопки, то есть если у вас, допустим, 50 серверов зашифровано, вы можете нажать на красную кнопочку, ну, админ безопасности, принимая решение в сложной или какой-то очень сложной ситуации, конъюнктурной, да, скажем, ну, не конъюнктурной, а, скорее всего, организационной. Вот, такую ситуацию, например, ну, незаконное изъятие серверов, допустим, да, или же незаконный доступ к серверам в дата-центре и тому подобное. По красной кнопке стирается криптохранилище, в котором лежат ключи, предварительно зарезервированные, естественно, да, ну, созданная резервная копия. Активное криптохранилище стирается, и при этом сами данные не уничтожаются, а уничтожается доступ, ну, возможность доступа к этим данным. Ну, и последнее, как вишенка на этом торте, это Secret Disk Linux. Вот, скажем так, последние полгода, наверное, не меньше, мы ведем прямо активную пропаганду перехода наших заказчиков на Linux. И в своей части, у Аладдина достаточно много продуктов, в части Secret Disk, я активно пропагандирую применение очень удобного, нового, современного. А в Secret Disk Linux мы вложили вообще все наши знания. То есть, если Secret Disk Personal и Secret Disk Enterprise, они развиваются поэтапно, эволюционно, здесь мы можем сказать, что мы сразу все знания вложили в Secret Disk Linux, поэтому это получился очень легким, очень-очень таким современным, управляемым с графической консоли, модным таким продуктом под Linux. Естественно, мы сейчас поддержали две самых распространенных операционных системы, это Astra и Redos. На подходе будет релиз по Alpha. и здесь можно сказать то, что мы планируем в течение года этого и, наверное, части следующего сделать Secret Disk Linux флагманским продуктом. То есть, все новое, все самое, скажем так, передовое, хай-тек по шифрованию будет реализовываться в первую очередь в этом продукте. Почему? Ну, потому что мы видим тенденцию и геополитическую, и на тенденцию на IT-рынке российском. Наш прогноз на то, что так или иначе все перейдут на Linux. Поэтому эту версию мы будем развивать в первую очередь. Идем, а мы идем дальше. Здесь я совсем чуть-чуть остановлюсь на клиентах, потому что будет еще один слайд, где я буду более подробно клиентов в привязке с масштабами проекта обсуждать. Ну, и здесь можно сказать только одно. Сейчас основными клиентами Secret Disk, а основными я имею в виду значимыми. Смотрите, Secret Disk покупается несколько тысяч раз в год. Вот. Я имею в виду по количеству чеков. А вот по значимым продуктам, ну, то есть, по значимым решениям, например, для нас значимые клиенты это от 1000-2000. А в год часто бывают, ну, нередко бывают сделки, не часто, а нередко, бывают сделки от 5 до 15 тысяч. В связи с переходом с западного софта, с западных производителей на отечественные, к нам начали приходить самые большие банки, там вот зеленые, зеленого цвета, голубого цвета и тому подобное. Эти банки, у них вообще, там масштабы 38-50 тысяч рабочих станций. И это только в московских офисах. А по инфраструктуре в России, там, ну, может быть, ближе даже, наверное, к сотне. Вот. Вот такие масштабы мы только начинаем осваивать, но в целом продукт для этого готов. есть продукт под Линукс. Здесь, в общем-то, полный джентльменский набор. По, значит, видам заказчиков или по вертикальным отраслям, это банки или финансовые организации с государственным участием. У них очень много-много проблем. Я теперь далее расскажу, какие именно проблемы. предприятия ТЭК, естественно, да, и добывающие компании. Ну, как вы понимаете, сейчас, наверное, именно у этой троицы вот с марта месяца возникли основные сложности, основные проблемы, потому что 57-60% предприятий КИИ это вот именно эти виды организации. И, естественно, они впереди, так сказать, паровоза, ну, вернее, опережающими темпами переходят на Линукс, поэтому у них происходят некие обновления бюджетов, большие заказы и тому подобное. Ну, мы вот ориентируемся на них. А так, вообще, честно говоря, по структуре приходят равновесно практически все виды организации. И, ну, это и понятно, секретная информация, конфиденциальная информация есть у каждой организации, особенно у каждой успешной организации. Что нужно спрятать, что нужно скрыть от конкурентов, от других, в том числе и, наверное, иногда. Вот государство, когда государство ведет себя некорректно или неопределенно, да, в различных процедурах, вот это все, как бы, ну, так, в связи с этим возникает много-много-много потребностей в нашей области, в области секрет-диска. Ну, и вот мы переходим, на самом деле, как раз к портрету потенциального заказчика, да. Сначала я хотел бы поговорить уже более детально о нюансах, вот, то есть, о тех признаках, вот где-то, знаете, на уровне подсознания, которые возникают, вы пришли в заказчика, и вы видите, или знаете заказчика, и вы сразу видите эту картину. Какая-то картина, да, что может свидетельствовать о том, что секрет-диск прямо очень-очень нужен этой организации, да, его, ну, безошибочно можно предлагать. Конечно же, командировочные сотрудники. Это, наверное, самое первое. То есть, организации с большим количеством сотрудников, переезжающих из отделения в отделение, из офиса в офис, это вот прям мастхэп, да. Вот. Активное использование ноутбуков. Это вообще самый-самый такой, ноутбук сейчас стал бич, да, для сотрудников информационной безопасности. Почему? Ну, легкий, его везде с собой берут, как смартфон уже. Ноутбуки есть практически у всех в рюкзаке, вот, а это означает, вместе с ноутбрами вместительные, быстрые, ну, быстродействующие, огромное количество портов, йоты, там, беспроводная связь и тому подобное. Это о чем говорит? О том, что человеку очень удобно в публичных местах продолжать рабочий процесс. Это же и накладывает самую основную проблему, да, на ноутбуках. Какая? Во-первых, большое количество конфиденциальной информации на диске ноутбука выезжает за, ежедневно выходит за предел контролированной зонной организации. Второе, это то, что за счет этой коммуникабельности высокой ноутбука, вот, конфиденциальные данные начинают обрабатываться в недоверенной среде при подключениях к там, к непонятным Wi-Fi точкам и там, ну, к недоверенным и тому подобное. То есть, если у организации много ноутбуков, а сейчас почти у всех крупных организациях идет некое перераспределение, рабочие станции начинают уступать место большому, полечу там, 60 на 40 уже где-то. То есть, представляете, 40% сотрудников организации, я не беру айтишников, там 80% сотрудников организации оснащены ноутбуками, вот, ну, среднестатистическая, там, я не знаю, крупная, газ чего-нибудь организация, у них 40% сотрудников используют ноутбуки. Это прям наш клиент, как говорится, да, вот, у них очень много проблем. Смотрите, гибридный режим работы, это вот то, что нам подарила пандемия, вот, сначала все ушли на изоляцию, потом все вернулись, потом было понятно, что вернуться уже так прям красиво не получается в офисы, или их стало больше сотрудников, или там режимы работы поменялись, поэтому очень многие организации пришли на гибридник. Гибридный график, это когда сотрудник часть времени проводит дома, часть времени приезжает и проводит в офис, у него может быть даже нестационарного рабочего места, и вот он с этим ноутбуком туда-сюда, 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 чтобы было удобнее работать, он, естественно, рабочий архив с конфиденциалочкой, с важными данными таскает с собой на этом ноуте. Вот, наш клиент однозначно. Почему? Потому что такой способ работы или такой способ обработки информации повышает угрозы, ну, вернее, обостряет угрозы крайне-крайне значительно. Вот, дальше там еще можно много перечислять вот этих вот понятных, четко видных ситуаций или же состояния организации неких таких признаков, да, потребностей. Вот, я их всех прям не буду зачитывать, это, наверное, такую организацию или образ такой организации у вас у самих, там, перед глазами вы все работаете с клиентами, четко вам это все видно. Ну, наверное, вот, единственное, что можно здесь еще дополнить, необходимость соблюдения требований по импортозамещению. Ну, да, есть большой пласт организации, который каким-то чудом сейчас импортозамещением до сих пор занимается не от того, что возникла куча угроз, они попали под санкции и тому подобное, а вот из-за того, что требует государство, требует заниматься импортозамещением. И все. Вот, зачастую это в основном государственные такие организации, но тем не менее есть, и вот такая, ну, скажем, задача для этих организаций может решаться с помощью секрет-диска, то есть часть софта, я сейчас сильно не буду останавливаться, ну, самый распространенный софт, который может заменить секрет-диск, это битлокер. Это шифровалка от производства компании Microsoft, вражеской компании, как мы сейчас это уже все хорошо понимаем. Вот, применение такой шифровалки, к сожалению, нашими, было допущено нашими очень-очень крупными государственными организациями, сейчас эти организации спешно, под давлением требований по импортозамещению переходят на отечественные аналоги. Мы, естественно, впереди планеты всей, и вот, если у вас есть различные организации, которые достаточно фанатично использовали битлокер, как бесплатные, как очень удобные, встроенные в средства в Windows, вот, сейчас эти организации под большим, скажем так, давлением, под большим прессом, мы выпускаем статьи, мы очень-очень много просветительской работы ведем, поэтому, если вам будет интересно, пишите в чат, мы обязательно пришлем вам информацию по этому поводу. Вот, ну, да, конечно, клиенту необходимо, здесь вот эти потребности клиента еще со стороны клиента, как это все выглядит, мы с вами уже это все обговаривали, в основном здесь самое важное, это у организации есть ценная информация, значит, организация заинтересована в ее сохранении, у организации есть админы, больше одного, больше двух, все, значит, организация никогда не сможет провести качественное расследование инцидента по краже информации, почему, потому что админы обмениваются ролями, друг друга заменяют, это означает, что однозначно какого-то одного, одну персональю или одного конкретного человека обвинить будет невозможно, это лишь усугубит конфликт с IT персоналом и не решит проблемы, если есть секретиск, такая проблема решается. Так, идем дальше, прежде чем мы начнем говорить про эффекты от внедрения секретиска, я хотел бы сделать небольшую паузу, как я и сказал, я очень-очень благодарен компании Мерлеон за то, что она предоставила возможность пообщаться с вами, но при этом параллельно я хотел бы еще раз, как и в начале, напомнить, что у нас компания Аладдин проводится просто там такая титаническая работа по освещению угроз различных безопасностей, по исследованиям различным, по работе с нашими пользователями отечественными, по развитию технологий, поэтому приходите к нам на канал YouTube, сейчас это самая основная видеоплощадка, которую мы используем, приходите к нам в ВКонтакте, и с недавних пор мы возобновили наш канал Дзен, наконец-таки Дзен, вот, кстати, коллеги мне помогают, ссылочка есть на канал YouTube, сейчас, я надеюсь, да, вот и Дзен, в Дзене мы планируем развернуть феерическую активность, сейчас там есть небольшой набор статей, но вскоре лента оживет и мы будем очень-очень много информации давать в Дзене, почему, ну, потому что, наверное, к сожалению, к счастью, не важно как, не буду оценочно говорить об этом, но Дзен сейчас является наиболее, наверное, агрессивной, наиболее активной площадкой, с точки зрения качества аудитории, я тоже думаю, что Дзен пока это, наверное, единственная отечественная площадка, на которой можно с одной стороны безопасно, с другой безопасно со всех точек зрения, вернее, с другой стороны информативно получить какую-то информацию, и мы вот подключились к этой, скажем так, Дзен-активности, будем развивать канал там. Ну, а мы переходим, значит, к, да, я уже достаточно много времени съел, постараюсь немножечко компактнее давать вам информацию, смотрите, что получает клиент после внедрения секрет-диска. Первое, гарантия того, что при похищении данных, неважно, на каких носителях, флешки, ноутбуки, жесткие диски серверов, жесткие диски рабочей станции и тому подобное, данные, которые утекут вот таким способом, способом, наверное, еще там пяток есть, различных, они будут оставаться конфиденциальными, то есть конфиденциальность будет обеспечена. И любые попытки криптоанализа, не говоря уже про какие-то там, ну, честно говоря, кинушные подборы паролей, вот, блокироваться или же будут не увенчаться успехом. Смотрите, мы используем алгоритмы и проходим регулярно сертификацию ФСБ для того, чтобы гарантировать нашим заказчикам следующее такое, ну, некое соотношение. то есть, смотрите, в мире криптографии есть такое понятие, как стоимость защищаемой информации всегда будет ниже, чем стоимость криптоанализа. То есть, те ресурсы, которые необходимо привлечь время, первое, да, ну, сейчас алгоритм гарантирует, что даже при использовании мейнфреймов и распараллеливании, допустим, операции по криптоанализу, по попыткам подбора ключа, вот, приведут к тому, что этот процесс будет затягиваться, ну, больше, чем на сотню лет. Это мы говорим про линейное, ну, про линейное время криптоанализа. Даже если его уплотнять, ну, там, десятки лет. Ниже 45-50 в научных работах, ну, как бы, уйти не удалось. Ну, то есть, там еще и распараллеливание имеет свои ограничения определенные. О чем это говорит? Это говорит о том, что адекватное время, затрачиваемое на подбор ключа к данным, есть, и мы говорим только про один ключ. Не буду вас сильно грузить технологиями, но каждому блоку данных, а таких блоков огромное количество, ну, то есть, файл состоит из блоков по 512 байт, да, каждому блоку данных мы добавляем, ну, вернее, зашифровываем на неком уникальном ключе. И вот эта уникальность, некую трансформацию ключа, обеспечивает только наш алгоритм. То есть, сломать вообще ключевую схему достаточно-достаточно сложно. Поэтому здесь гарантии очень-очень большие. И вот надежность, возможность спокойного сна, приобретать заказчик в первую очередь. Если мы говорим про руководство, если мы говорим про IT-руководство, про безопасников, у нас бывали, ну, наверное, не раз и не два случаи, когда, например, у генерального директора был похищен ноутбук. сумка, там, разбили окно в машине, вытащили сумку, это же вообще, классика жанра, у меня у самого такое было. Ну, вот, к чему это привело? Да, ни к чему. Нам звонят безопасники, говорят, ну, все, сумка ушла, в ней был ноутбук, он был зашифрован, ребята, скажите, нам увольняться из этой организации, убегать, уезжать из России или нет. Ну, эти люди работают до сих пор в этих организациях, организациях, потому что крупные. Вот, этот маленький кейс говорит о чем? О том, что гарантии спокойствия, вернее, гарантированную конфиденциальность мы обеспечиваем. Подтверждаем это сертификационными испытаниями и лабораторными свидетельствами о корректности реализации всех наших защитных мер. Ну, помимо руководства есть еще системный администратор. Системный администратор получает некое, если глобально вся конфиденциальная информация в организации зашифрована, то администратор получает некую презумпцию невиновности. Это некое такое алиби, что позволяет сразу отмести его кандидатуру при расследовании инцидентов. Ну, почему? Потому что у него нет доступа к этой информации, расшифровать он ее не может, ключа у нее нет, токена у него нет. Поэтому при компрометации какой-либо админа можно смело вычеркивать. Ну, понятно, есть еще огромное количество ролей, которые тоже заинтересованы в защите своей информации. Вот у финансовых директоров зачастую разноцветная бухгалтерия бывает. Это тоже на самом деле отделить мух от котлет, иметь некую контейнеризацию, правильно, защищать данные финансовые в той или иной степени при тех или иных видах бухгалтерии. Это вот прямо самое то. Ну, то есть, наш продукт совместим с 1С, естественно, шифруют базы 1С, поэтому никаких проблем с этим не возникает. Вот. Ну, и, естественно, служба безопасности просто проводить расследование. Смотрите, когда в компании стоит ДЛП, то служба безопасности начинает стонать от количества расследуемых инцидентов. Почему? Ну, людям очень удобно обрабатывать информацию, переносить их на флешки, нарушать политики конфиденциальности и тому подобное. Очень-очень удобно. Особенно в пандемию или в гибридный график. И вот здесь мы у администратора ИБ или у службы ИБ появляется такой классный инструмент секрет-диск, который с одной стороны снимает очень-очень много головной боли, такое таблеточное решение, да, с другой стороны не накладывает такого существенных ограничений на пользователя. Пользователь вводит только пин-код, дальше работает с данными. Ну, смотрите, есть конфигурации в ряде компаний, используемых в крупных компаниях, я имею в виду, при которых пользователи не знают, что они работают с зашифрованной информацией. Как это обеспечивается? Ну, ему надо только вставить токен, ввести пин-код, у него автоматом открываются все данные, не расшифровываются, а открывается доступ к этим данным. И он визуально, тактильно, физиологически он не понимает или не чувствует разницы, он просто работает с данными, как и раньше. Открывает файлы в Word, в Excel, где угодно. При этом, в каждый момент времени он работает с зашифрованной информацией. И это важно понимать. Идем дальше. Опыты внедрения. Это вот тот слайд про виды заказчиков, которые я адресовал сюда. Смотрите, как я и сказал, банки с государственным участием в топах у нас. Ну, почему? Они, наверное, большие, у них очень много рабочих станций. Организации добывающей промышленности и топливный энергетический комплекс. Да, вот это троица, это прямо самые-самые-самые, скажем так, заинтересованные виды организаций. Их не покрытых в нашем государстве, в России очень-очень много. Поэтому вам, как партнерам, там поработать самое то. Вот. Тем более, что в ряд компаний мы, наверное, сможем сделать референсы. Здесь я не буду прямо вот конкретно говорить про название компании, если вот так совсем скользко. Почему? Потому что каждая из таких организаций предпочитает не особо сильно афишировать те инструменты безопасности, которые применяются для обеспечения конфиденциальности. Ну, как я и сказал, вот сейчас идут прямо такие серьезные работы с зеленым банком, да, там мы защищаем еще ряд нескольких крупных государственных банков, которые в топ-10 точно входят, наверное, в топ-5 даже входят. Вот. И с добывающими организациями, которых вы тоже прекрасно знаете, и с дочерними мы во все работаем. Вот. То есть, это, наверное, самые-самые такие основные клиенты, и самое главное, там дочерних предприятий или похожих организаций, просто пруд-пруди, поляна очень-очень широкая. Пока мы не осваивали еще другие, вот так же вот широко, да, как я и сказал, полусикризис покупают все организации, но это определенная доля статистики, а здесь вот прям массово. Ну вот, но если вы откроете какое-то новое направление отраслевое, то мы с удовольствием с вами пропозиционируем вместе и выйдем на работу с заказчиком с таким, это будет прямо очень крупно. Вот, показатели проектов, смотрите, организации крупные, они крупненький проект, для нас это когда вот там уже вот 5000, это прям уже хорошенький, прям совсем хороший проект, там много прибыли для вас, много прибыли для нас, там есть где поработать, за такой проект мы можем даже чуть-чуть что-то доработать, не сильно изменяя курс продукта, да, выстроенный, но что-то уже такое удобное заказчику уже можно делаться. Почему? Ну, потому что, наверное, бюджет, я покажу прайсы, но бюджет уже более-менее такой хороший. Вот, что покупают при этом, в таких проектах? Естественно, систему централизованного управления, секретиск интерприз, но при этом горстями еще набирают какое-то количество автономных секретисков для того, чтобы вот иметь возможность покрывать защитой не системные, не доменные рабочие станции. Ну, вот такая вот вакханалия, она только еще в этом и немножко в следующем году будет. Вообще, мы выпускаем уже универсальный секретиск, который будет позволять работать или в автономном режиме, или в сетевом режиме, и поэтому там разницы вообще не будет. Ну, вот пока есть такая небольшая разница. Как я и сказал, количество защищаемых армов в среднем проекте, который у нас на виду, это от 5000. В основном использую защиту системного раздела. Вспоминаем тот слайд, в котором я показывал виды шифрования. В основном использую защиту USB флешек, но оно и понятно, люди очень любят на флешках носить информацию, а так как флешка три копейки стоит, ее можно потерять. И с удовольствием потерять. Вот когда теряется зашифрованная флешка, все продолжают, все улыбаются, берут новую флешку, а про старую флешку забывают. Конечно же, двухфакторная аутентификация. В Windows у нас реализована двухфакторная аутентификация по токену. И это дает дополнительные, конечно, нюансы по использованию, но при этом резко увеличивает степень защиты. Защищенный ноутбук это прям подавляющая массовость сценарий. То есть, как действуют, ну, как разворачиваются такие проекты. Ставится сервер управления, обучаются администраторы безопасности, а далее просто ноутбуки в некий конвейер входят и согласно стейджингу, согласно какой-то схеме, принятой в организации, постепенно, постепенно ноутбуки подключаются, оснащаются секрет-диском и на них зашифровывается информация. Так как это делается все прозрачно, пользователь даже может в ряде случаев просто работать, продолжать с этой информацией. Вот, она параллельно или там в отведенное время по ночам будет зашифровываться. Вот, и так вот происходит внедрение. Вот стоимость. Я скажу так, на сегодняшний день наверное 6 тысяч, где-то среднее 7-7 с половиной тысяч, потому что сетевая версия, то есть интерпрайз-версия стоит подороже, поэтому, наверное, средняя стоимость статистическая сейчас у нас где-то 7-7 с половиной тысяч. Ну, если говорить про точные цифры, это 6 тысяч за персонал, 8-280 это за одну рабочую станцию в год с централизованным управлением. Вот, здесь сейчас не представлены, не представлена информация по линуксу, вот, и по секретиск-серверу, если вам будет интересно, обращайтесь, там в принципе схожее приблизительно лицензирование, а по секретиск-линукс вообще цены будут приравнены к тому, что сейчас есть значит, по по Windows у нас. Ну, смотрите, основная выгода для вас, что здесь можно сказать? Первое, секретиск классно прописывается, особенно после ухода огромного количества вендоров западных, наших друзей, я, кстати, покажу несколько конкурентных слайдов конкурентного анализа, вот следующие слайды. Ну, то есть, после ухода из крупных организаций, у которых есть бюджетная безопасность, всяких семантиков, трендмайк, ромакафи, где-то даже чекпойнтиков, о, чекпойнтов, извиняюсь, у нас расчищается поляна. И не только у нас, и у вас расчищается поляна. Мы очень давно развиваем секретиск. Продукт зрелый, риски вашего внедрения крайне низкие. То есть, не внедрить секретиск, это еще надо очень сильно постараться. То есть, нужно обладать серьезными талантами со знаком минус, чтобы не внедрить даже массово, даже большой, большой проект по секретиску. Далее, мы даем классную возможность сейчас внедрять не только Windows, но уже и Linux. Мы даем еще одну классную возможность, которую я вам пока анонсирую, где-то за июнь, я думаю, мы уже опубликуем, технически мы к этому готовы. Значит, будет универсальная лицензия. Вообще классная штука, в связи с тем, что закупка лицензий под продукты, поддерживающие Windows, ну, то есть, под Windows версии продуктов, сейчас в крупных организациях начинает ставиться на паузу. Ну, понятно, перспективы Windows постепенно бледнеют, закупаться под них продуктами уже себе дороже и тому подобное. Мы придумали классную штуку, называется универсальная лицензия. Универсальная лицензия – это больше, чем совместимость лицензии на Linux и на Windows. Универсальная лицензия – это возможность одновременного использования одной лицензии и на Windows и на Linux. Что это дает, какие дают возможности? Ну, например, партнер может предложить заказчику, вот у заказчика есть, например, запрет на покупки продуктов, которые поддерживают Windows. Отлично, покупайте продукты, покупайте универсальную лицензию, она поддерживается и Linux, и Windows. У вас сразу есть обход таких ограничений, и это очень-очень важно, почему? Потому что сейчас бюджетные правила крайне строго соблюдаются. Дальше, что еще может делать универсальная лицензия? Опять же, обход ограничений каких? Ну, например, закупку можно осуществлять один раз в год, а у вас еще не закуплены рабочие станции под Linux. Ну, не у вас, а у ваших клиентов, естественно. Вот, что делать? Да ничего не делать, покупайте универсальную Windows, ну, пользуйтесь Windows возможностями. Как только закупятся Linux-овые, будете пользоваться Linux-возможностями. Есть и вот такая возможность. Ну, то есть, мы, понимая всю боль заказчиков крупных в рамках импортозамещения, да, вот этих боль выполнения этих задач, мы стараемся смягчить эти проблемы. Не то, чтобы обойти, не то, чтобы там действовать как-то неформально, а на прямом, на формальном, официальном уровне мы заказчику передаем два права в рамках одной лицензии. Право на Windows, ну, использование Windows и право на Linux. Это некая такая демократия, и на переходный период в этом и в следующем году она точно будет действовать, и она дает нашим партнерам дополнительные возможности. Ну, то есть, ни у кого этого нет, хи-хи-хи, а у нас есть, поэтому давайте продавать нас. помимо всего прочего, мы даем некий буфет, да, или как это сейчас, кафетериальную систему, когда заказчик может в рамках своих задач выбрать, вот так вот, шифровать, в таком режиме, на серверах, на рабочих станциях, с центризованным управлением, Linux, Windows, то есть появляется очень-очень много различных критериев, по которым складывается сделка, а что это дает? Ну, это дает живучесть возможность сделки, ну, заказчик не отвалится, не скажет, ой, а мне нужно было другое, здесь мы как бы очень можем серьезно вцепиться, так сказать, в гриву нашего любимого заказчика и предлагать, и предлагать, и предлагать ему огромное количество возможностей. Вот, линейка секредиск ориентирована именно на такую работу. Сегодня продали персоналки, завтра централизованное управление. А у вас есть сервера? Давайте мы еще по серверам продадим. А, на Linux переходите? Давайте мы вам по Linux обязательно поможем. Вот, на такие, на такую многозвенную работу, не только сегодня пихнули, там, толкнули секредиск и завтра забыли, да? Нет, мы предлагаем партнерам цепочки сотрудничества, поэтому приходите, это будет выгодно. Вот, конечно же, возможность тестирования и апробации. Вот, компания Merleon корневой для нас партнер, партнеры компании Merleon корневые для нас тоже партнеры, хоть и косвенно. Мы предлагаем такую возможность, как, я надеюсь, сейчас ссылка здесь появится, Аня, пожалуйста, помоги мне, да, С ссылкой мы предлагаем, например, такую возможность. Всем нашим партнерам мы даем годовую лицензию на секретиск, но не просто лицензию, а столько лицензий, сколько партнеру нужно. Вот, допустим, у партнера есть 50 Linux машин. Отлично, хотите использовать шифрование эти кредиски, держите годовую лицензию бесплатно. Будете активно с нами работать, ну, почему бы нам следующий год вам тоже бесплатно не продлить. Для нас это некое развитие продукта, да, для нас это некая связь, мы будем получать от вас обратную связь, вы будете пользоваться продуктом, говорить нам, что хорошо, что плохо, а Linux это молодой продукт, поэтому вот, появилась ссылка, спасибо большое. Коллеги, активно проходим, регистрируемся, и делаем запросы на приобретение годовых, ну, на получение, извиняюсь, годовых лицензий по Linux, для вас ничего не жалко, давайте сотрудничать. То есть, возможность тестирования, апробации, стендирования, все это бесплатно будет вам передаваться, вот мне коллеги подсказывают, даже мы можем временно передавать вам наборы аппаратных токенов, для того, чтобы у вас на стендах и по Windows, и по Linux полностью было развернуто решение, и вы могли вашим заказчикам показывать. Ну, конечно же, помощь Аладдина, это прямо вот оно все, я очень-очень люблю работу на пресейле, работу с заказчиками, на значимые пресейлы, на значимые возможные сделки, можно смело брать меня, наших сотрудников, меня лично, для некой евангелизации, я очень долго могу рассказывать, на разных уровнях, с техническими специалистами, с бизнес, ну, с менеджментом, с бизнесом, можно разговаривать на разных уровнях, представлять шифрование, представлять наш продукт, и я с удовольствием вам помогу в пресейлах. ВКС, ученые встречи, ну, в рамках Москвы, я так думаю, вот, поэтому смело, пожалуйста, обращайтесь напрямую, через партнеры Мерлион, мы с удовольствием вместе проработаем все сделки, которые необходимы. Вот, дальше, ну, и, естественно, ценовая политика, я представил цены, если будет больше интересно, на нашем сайте есть ценник, Анна, пожалуйста, тоже скинь ссылку по прайс-листу, ну, или по разделу прайс-листов, где лежат прайс-листы, вот, мы их регулярно обновляем, это отправная точка, в целом, конечно, с моими, любыми сотрудниками, представителями коммерческого департамента, Аладдин, можно прорабатывать, ну, и с коллегами из Мерлион, можно прорабатывать очень-очень гибкие конструкции, тех или иных сделок. Единственное, что гибкость тем выше, чем больше потенциал сделки, да, если мы говорим про поставку, там, 100 лицензий, то здесь, наверное, нам просто не хватит времени на каждую такую сделочку, а если мы говорим про какую-то значимую поставку, там, от двух, от трех, от пяти тысяч пользователей, или рабочих станций, то здесь мы можем входить в разные финансовые конструкции, во временной оплате, оплаты скидок, специальных цен и тому подобное, давайте общаться, давайте это обсуждать, здесь мы, как вендоры, очень-очень гибкие. А почему гибкие? Да потому что мы системообразующий вендор. Вот, например, таких продуктов, как секрет диск, на рынке больше нет. Есть продукты, которые элементами повторяют возможность секрет диска. Но я сейчас вот на этих сравнениях я вам объясню, ужасные шрифты, а нам надо с этим что-то делать в последующих мероприятиях. Вот, я вам объясню, что мы представляем по отношению к другим продуктам. Смотрите, часть продуктов, это СЗИ от НСД. Я бы сказал, даже большая часть продуктов. Но есть некоторые продукты, например, Point Encryption, семантик, они позиционируются, как шифровалки на западных рынках. Извинюсь. Вот с такими продуктами мы походим прямо в лобовое столкновение. Сейчас они, конечно, уходят с рынка или уже ушли, большей частью. Ну, как минимум, техподдержку вынесли с собой, да, красавцы. Вот. Но здесь функционально мы прям с ними бьемся, конкурируем напрямую. И как вы видите, видов шифрования у нас уже больше. А с учетом того, что в Linux мы еще дополнительные виды шифрования начинаем применять, об этом отдельные мероприятия. И, кстати, на нашем канале YouTube есть ролики про Linux, наше решение. Если у кого будет интерес, обязательно сходите, посмотрите. Здесь мы начинаем давлять. Почему? Потому что секрет диск позиционируется, развивается и планируется в дальнейшем развитие. Ну, так, некая траектория развития секрет диска это узкоспециализированная шифровалка с большим количеством функций шифрования. Что это нам дает? Ну, дает некий Дзен 80 уровень в области шифрования. У нас есть специалисты, мы развиваем эту тему, мы участвуем в профильных комитетах, мы участвуем в диалоге с регуляторами, не только в стек, еще и в ФСБ. Мы общаемся с лабораториями, мы регулярно сертифицируем продукт. Ну, то есть, мы узкоспециализированную, так называемая, фокусированная дифференциация от рынка на языке маркетинга, очень-очень-очень серьезно развиваем. Да, это не дает дополнительных функций, это не дает некого такого сопряжения с рядом функций. Ну, посмотрите на, не буду сильно кидать кирпичи в огороды коллег, но тем не менее, если вы поставите какую-то очень-очень многофункциональную систему защиты рабочей станции, отечественную, неотечественную, посмотрите, как очень удобно в кавычках работать с этой рабочей станции становится. Все закрыто, все, ну, как бы, под запретом, сюда не ходи, это не запускай, то не делай, пользователь начинает пищать, в конечном итоге за полгода жалоб пользователя, там, руководство сдается, потому что пользователи начинают апеллировать к тому, что вот у нас бизнес-процессы страдают, то страдает, это страдает, и руководство сдается и начинает делать разрешение. И у вас появляется какой-то очень-очень такой монстрообразный продукт на рабочей станции, который вроде бы все умеет, но большая часть политика у него выключена. А при этом ресурсы все сживутся, очень-очень, извиняюсь за выражение, очень конкретно. В этом смысле мы являемся таким стилетом, да, мы решаем конкретную задачу. и по тому, что нас выбирают крупные компании и шифруют 15-20 рабочих, ну, тысяч рабочих станций по всей России, говорят о том, что мы, по всей видимости, самую-самую, ну, важную или самую ценную задачу для организации решаем. Вот, поэтому мы так сильно отличаемся от наших конкурентов функционально. Помимо функциональности мы еще решаем ряд задач. Конечно же, сравнивая нас с вот этими комбайнами, да, можно сказать, что мы все-таки здесь, ну, являемся более скромными, но, тем не менее, часть функций, как вы видите, мы здесь тоже закрываем, да, ну, немножко защита от NSD делаем, очень-очень качественно и удобно контролируем загрузку, да, мы не являемся доверенным замком, сертифицированным замком доверенной загрузки, но, тем не менее, наш загрузчик и необходимость применения токена при загрузке, необходимость аутентификации при загрузке дает очень-очень большие плюсы и замену вот этих сложных, тяжелых, железных электронных замков и тому подобное. Вот, ну и, конечно же, по значимым бизнес-преимуществам. У нас преимущество огромное количество, ну, сертификация, сейчас здесь звездочка стоит, это потому что предыдущая версия слайда, сейчас уже здесь у нас стоит зелененький окей, вот, мы в реестре Винкомсвязи, у нас есть линукс-версия, которая планируется к, ну, к развитию как флагманская, да, мы защищаем по ряду приказов в стэк, закрываем целую кучу мер, кому будет интересно, говорите, делайте запросы, мы пришлем наши аналитические документы, какие меры в стэк мы закрываем, меры защиты, естественно. Мы очень-очень-очень хорошо обработали обновление Windows 10, как вы знаете, для всех средств защиты это стало очень большой головной болью за последние 3-4 года. Ну, и мы активно продвигаем, делаем вот такие мероприятия, как сегодня, вот, рассказываем нашим заказчикам, участвуем в жизни наших партнеров, вместе с партнерами приносим информацию, помогаем работать с заказчиками, очень многих заказчиков знаем, Аладдин вполне себе такая уже системная организация для рынка информационной безопасности России, мы повидали на свою руку огромное количество заказчиков, огромное количество партнеров, вернее, проектов, и поэтому весь этот институт знаний, весь всю эту базу знаний вместе с нами можно будет использовать, очень многих контактов знаем непосредственно в аккаунтах, поэтому давайте общаться, давайте строить новые темы, приходите к нам с удовольствием, мы вместе с Мерлион и с вами будем создавать возможные сделки, разогревать лиды и доводить их до продажи. Ну, у меня на сегодня все, коллеги, я попрошу вас сейчас еще раз так сказать, ну, так, сделать некую ревизию всего того, что я сказал, может быть, у вас возникли вопросы, я с удовольствием сейчас на ваши вопросы отвечу в чате, или же пишите, я с удовольствием сейчас выведу вас в эфир, ну, или попрошу коллег, чтобы вы...